Как разобраться в рекламных технологиях, если они становятся все более сложными и алгоритмическими? Да, ну смотрите, у рекламодателя всегда для этого есть агентство, которое в принципе расскажет, покажет и в принципе любую технологию реализует, а вот для специалистов агентств все немного сложнее, потому что с одной стороны все банально, но с другой стороны это очень сложно, потому что нужно просто-напросто постоянно учиться. И вот тут возникает вопрос, где учиться, потому что сложнее даже не освоить какую-то конкретную технологию, потому что в целом концептуально они достаточно похожи, и освоив базу уже можно получить достаточное понимание для того, как это работает. А вот найти источник информации, где найти конкретно детали, это уже достаточно сложно, и тут скорее нужно прибегать к помощи каких-то патронов, старших товарищей в том же самым агентстве, потому что в открытых источниках такой информации достаточно мало. Как правильно распределять медиабюджеты, чтобы экспериментировать без риска для бизнеса? Самое адекватное решение в данном случае – это выделять примерно 10-15% медийных бюджетов в месяц или в квартал на какие-то эксперименты, на тесты, на тестирование новых инструментов и возможностей. С одной стороны, если вкладывать больше, то уже появляется определенный риск для бизнес-результатов, по крайней мере, тактических. То есть если в этом месяце эксперимент неудачный, то 20% бюджетов спущено в никуда. А с другой стороны, если не тестировать ничего вообще и не инвестировать деньги в эксперименты вообще, то можно оказаться в аутсайдерах, потому что в диджитал, в отличие от стандартных медиа, чаще всего выиграют как раз-таки те, кто первыми осваивает новые технологии и являются инноваторами в категории. Как отличить эффективные решения от технологий, обреченных на провал? В первую очередь важно помнить, что быстро, недорого и качественно не бывает. И если кто-то утверждает, что бывает, нужно спросить, как это работает. Если в описании технологии всплывают только слова вроде инновационная технология, машинное обучение, нейромаркетинг и никакой конкретики, ну это лишний повод задуматься о том, сработает ли это. А в целом, если говорить, то пока не попробуешь, не узнаешь. А в диджитал, даже если попробуешь, наверняка все равно не узнаешь. Есть ли какие-то технологии, которые однозначно провалились для рекламной индустрии? Ну, вообще на ум ничего не приходит, потому что даже если взять тот же пресловутый кликбейт в тизерных сетях, даже он, в принципе, занял свою нишу и вполне успешно справляется с задачей привлечения трафика на сайты. Какие из устаревших технологий может ждать вторая жизнь? Если под устаревшими мы не подразумеваем неэффективные, то я бы отметил, наверное, наружную рекламу, потому что сейчас в эпоху ее оцифровки и проброса данных в диджитал, ну, по крайней мере, в Москве на данный момент, как минимум, если говорим не про ренессанс, но про появление новых возможностей для диджитал-агентств в первую очередь. Что рекламодатели по-прежнему не понимают в диджитал? Ну, сложно равнять всех рекламодателей по данному ребенку, рекламодатель рекламодателю рознь, но часто бывает так, что по старинке диджитал воспринимается как такая неконтролируемая, слабоуправляемая черная дыра, в которую просто вбрасываются купюры без какого-то конкретного выхлопа, хотя на данном этапе уже достаточно много способов отслеживания эффективности вплоть до каких-то оффлайн-конверсий и очень высокой сложности, например, от продажи квартир или автомобилей. Со стороны рекламодателей очень часто бывает этот барьер, что вот есть интернет, мы вкладываем в него деньги, а на самом деле интернет – это такая достаточно сложная система, несопоставимая с телеком или с наружной рекламой, который просто выбрал счеты и разместился. В диджитал все немного сложнее. Как и по каким принципам продолжит развиваться и трансформироваться рекламная отрасль? В двух словах – это автоматизация и прозрачность. Конечно, креатив автоматизировать сложно, хотя уже некоторые пытаются, но автоматизация каких-то базовых, рутинных процессов, она поможет как минимум освободить время и человеческие ресурсы, чтобы этот самый креатив крутой создавать. Ну а с прозрачностью, в принципе, все понятно, потому что в эту самую черную дыру рекламодателям не очень хочется вбрасывать деньги, и стремление к повышению прозрачности понятно и объяснимо.